Смотрите сегодня в программе! Air Conflicts! У игры есть отличная неприятная особенность. На прохождение каждой миссии у вас есть только одна единственная попытка. Rise and Fall! Civilizations at War! В игре разработчики решили пойти на необычный эксперимент, разрешив нам не только любоваться главными персонажами с высоты птичьего полета, но и влезать непосредственно в их шкуру. Evolution GT! Наибольший интерес представляет, конечно же, карьера. Она начинается с довольно скучной обучалки, где нам отводится роль экс-пилота Формулы Габриэля Таркини. В тылу врага 2! Болгожданное продолжение одной из самых ядерных РТС 2004 года. Время действия то же самое. Вторая мировая война. Играть можно за союзников СССР и Германию. Привет! Это ФАК! Суперпередача о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Меня зовут Борик. Первая игра, о которой мы сегодня расскажем, называется Air Conflicts. Жаркие воздушные бои, рискованные вылеты бомбардировщиков в тыл противника, поддержка наземных войск, десант, доставка грузов. Всего более 10 нелинейных компаний, содержащих около 200 боевых операций. Готовы? Встречайте! Air Conflict у нас известная как Асы Поднебесья. В официальную продажу Air Conflicts поступил в апреле этого года. Разрабатывался проект 3D Vision Net. Совместно с 3D People у нас локализацией занялась компания Logroos, а издательством 1С. В России игра вышла 9 июня 2006 года. В игре представлено 12 самолетов, полностью соответствующих реальным боевым машинам. Сражаться придется в составе Luftwaffe, ВВС Великобритании или Советского Союза. Каждая компания посвящена определенному году войны. В итоге игрок проходит буквально через все более-менее значимые сражения Второй мировой. Что касается реалистичности этих самых боев, то тут все настолько запущено, что лучше об этом и не думать. Отличить один город от другого практически невозможно. Воздушные бои под Ленинградом и, например, Ленинградом проходят по одной схеме и выглядят идентично. Нет даже хоть сколько-нибудь узнаваемых очертаний городов. Рекомендованные системные требования. Это процессор с частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и видеокарта GeForce 3 серии с памятью 128 МБ. На жестком диске игра займет 800 МБ. Обидно, что ваши успехи или неудачи никак не сказываются на ходе войны в целом. Вы можете провалить миссию или пройти ее на отлично. Результат сражения, в общем, все равно будет определен историей. Также аркадно устроенный карьерный рост. Набирая очки, вы можете, начав игру рядовым, дорасти до рейхс-маршала, маршала Советского Союза или маршала Королевских ВВС, в зависимости от выбранной стороны. В общем и целом, больше никаких серьезных недочетов замечено не было. За геймплей игра получает четверку. Графика, безусловно, на высоте. Модели самолетов проработаны до мельчайших подробностей. Взрывы и дым по-настоящему объемны и не похожи на кучу переломанных плоскостей. Единственное, что может разочаровать — повреждения самолетов. Они однообразны и одинаковы для всех. Динамические тени и облака выполнены на отлично, и иногда бывает приятно просто полетать или уйти в пике над водой, а потом резко взбыть вверх, разменявшись со своим отражением. Пятерка за внешние данные. Звук потрясает. Сидя за компьютером, вы можете действительно ощутить себя пилотом какого-нибудь Мессершмитта. Треск пулеметных очередей, протяжный гул подбитых и сорвавшихся вниз самолетов и, конечно же, сами взрывы. Все это создает атмосферу и затягивает. Надо отметить, что аркадные симуляторы всегда отличались недурственным звуковым сопровождением. Пятерка за вокальные данные получают асы поднебесия. Подводя итоги, нельзя не отметить одну очень неприятную особенность — играть чересчур тяжеловесно. При своей не самой лучшей графике она имеет наглость тормозить даже на самых современных машинах. Безусловно, это очень серьезный просчет разработчиков. Так что больше 4 баллов асам мы поставить не можем. У игры есть очень неприятная особенность. На прохождение каждой миссии у вас есть только одна единственная попытка. Возможно, разработчики хотели придать реалистичности своему творению, но в итоге сделали игровой процесс через чью утомительным. Но есть один способ. Как только вы понимаете, что миссия провалена, но еще не завершена, выходите в Windows — одновременное нажатие клавиш Alt F4. В итоге игра просто не успевает запомнить ваш провал. Далее еще несколько наглядных советов. Вопрос. Что делать, если у меня закончились снаряды, а самолет того и гляди развалится? При этом миссия еще не выполнена. Ответ. В игре предусмотрена возможность тактического отступления. Но не торопитесь ее использовать. Сначала постарайтесь долететь до своего родного аэродрома. В некоторых заданиях неподалеку от места проведения боя есть взлетно-посадочная полоса, где можно пополнять запасы снарядов и топлива. Правда, самолет вам не починит, так что советуем не экономить патронов. Главное — не повредить машину. Вопрос. Меня один раз выкинули из миссии, а задание засчитали невыполненным. Почему? Ответ. У каждой миссии есть свои границы. Если вы вылетаете из-за них, то это расценивается как отступление. Такое может случиться, если вы, например, погнали за вражеским истребителем и увлеклись погоней. Но не отчаивайтесь. Миссию можно пройти заново, так как самолет вам оставляют даже в случае отступления. История создания игры Rise and Fall Civilizations at War наглядно доказывает, что менять коней на переправе не стоит. Разработчики из компании Stainless Steel Studios грозились совершить чуть ли не революцию в жанре РТС. Однако что-то пошло не так. Компания обанкротилась, а игру поручили доделывать никому неизвестным ребятам из Pacific Beach Digital. В итоге мы получили очень среднюю стратегию, хоть и с парой необычных находок. События Rise and Fall разворачиваются в бесконечно далекие от нас времена, когда миром правили такие легендарные граждане, как Александр Македонский, Клеопатра, Гай, Юлий Цезарь и прочие. В Rise and Fall разработчики решили пойти на необычный эксперимент, разрешив нам не только любоваться главными персонажами с высоты птичьего полета, но и влезать непосредственно в их шкуру, собственно, ручной кромсай врагов на поле боя. Всего под ваше управление могут поступить два героя — Александр и Клеопатра. Игра тут же превращается в самый натуральный экшен — управление кнопками WASD, удары и выстрелы из лука, левой клавиши мыши. В официальной продаже игра появилась 12 июня 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,8 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 3 ГБ на жестком диске, и видеокарты уровня Redone 8500 или GeForce 3, и 128 ГБ видеопамяти. Обе компании в Rise and Fall ничего, кроме скуки, вызвать не могут. Геймплей отошел от традиции какой-нибудь стародавней Age of Empires 2. Настолько недалеко, что как-то даже неловко. В который раз вам предстоит добывать золото и дерево для того, чтобы строить здания и юниты. Знакомый с пеленок набор построек — Скудин. Всего около 10 типов строений. Все оказалось бы совсем печально не быть в Rise and Fall морских сражений. В отличие от других РТС, тут корабли сами по себе не стреляют. Можно взять на корабли мечников, которые легко и просто берут вражеские суда на абордаж. А можно посадить лучников, предпочитающих избавляться от противника на расстоянии. За геймплей ставим 3 балла. Одни только морские сражения не могут вытянуть всю игру из пучины банальности. Внешний вид также не блещет современными технологиями. Даже Age of Empires 3 смотрится приятнее. Пейзажи не вызывают ничего, кроме слез. Стараясь хоть как-то прикрыть весь этот срам, товарищи разработчики наложили чудовищное количество блюра. Но игра от этого стала выглядеть еще пошлее. Единственное достоинство — это яркая, насыщенная картинка. За графику ставим 4 балла, но с минусом. Придраться можно ко всему. От плохой анимации до недостатка полигонов. И озвучка тоже оставляет желать лучшего. Возможно, мелодии вам понравятся, но от спецэффектов ощущение такое, что один и тот же звук используется для разных действий. Поэтому ставим 4 балла за звук. В итоге получилась совсем обычная стратегия с посредственной графикой и седым геймплеем. Немногочисленные интересные находки, увы, жестоко зарублены дряхлым движком и грубой реализацией. Наша общая оценка геймплея — 3 балла. Понятно, что никакой революции «Рейсен Пол» совершить не удалось. Несколько интересных идей оказались напрочь испорчены грубой реализацией. Зачем, скажите, внедрять прямое управление героями, если графический движок не может выдать красивую картинку, а заставляет любоваться скверной анимацией персонажей и убогими пейзажами? Да и сама беготня и махание мечом не очень захватывают. А в остальном — самая обычная стратегия. Поиграть в «Рейсен Фолл», конечно, можно, но только ради спортивного интереса. А чтобы спортсмены были хорошо подготовлены, им надо обязательно посмотреть наши советы и ответы по прохождению. Принцип введения битвы в «Рейсен Фолл» основан на балансе противоборствующих сторон. Например, копейщик побеждает всадник, всадник — лучника, а лучник — копейщика. Всегда старайтесь охладить пыл противника стрелами лучников, перед тем, как посылать в атаку пехоту и конницу. Единственный способ добиться победы — грамотно комбинировать различные типы войск. Строя войны в определенной формации, вы получаете определенные бонусы нападения и защиты. Эти бонусы очень важны в серьезных битвах. Именно благодаря этим тактическим решениям удается одержать победу. В одной формации допускается наличие только одного класса бойцов. Если ваш корабль был протаранен, срочно прикажите своим воинам плыть к берегу. Так вы сможете минимизировать потери. Очень важным ресурсом в «Рейсен Фолл» является слава, которую можно заработать различными способами. Например, исследовать карту, расширять города, в бою, так как количество славы зависит от убитых противников и потерянных союзников, строить специальные статуи славы. Вы можете построить любое количество статуи в любом месте, но статуи перестают аккумулировать славу через 6 минут игрового времени. Смотрите во второй части программы. В тылу «Врага 2» — долгожданное продолжение одной из самых ядерных РТС 2004 года. Время действия — то же самое. Вторая мировая война. Играть можно за союзников СССР и Германию. «Эволюшн GT» — наибольший интерес представляет, конечно же, карьера. Она начинается с довольно скучной обучалки, где нам отводится роль экс-пилота «Формулы» Габриэля Таркини. Смотрите во второй части программы. «Эволюшн GT» — наибольший интерес представляет, конечно же, карьера. Она начинается с довольно скучной обучалки, где нам отводится роль экс-пилота «Формулы» Габриэля Таркини. В тылу «Врага 2» — долгожданное продолжение одной из самых ядерных РТС 2004 года. Время действия — то же самое. Вторая мировая война. Играть можно за союзников СССР и Германию. Тремление разработчиков к оригинальности можно только приветствовать. За вычетом тех случаев, когда это желание вступает в конфликт со здравым смыслом. Нечто похожее случилось со студией «Майл Стоун», известной нам по мотогоночной серии «Супербайк» и простенькому «Автосимус Кар». В последней разработке своей Evolution GT итальянские разработчики решили заново изобрести велосипед, колесо и даже сам жанр гоночных симуляторов. Интересно узнать, что из этого получилось? Тогда смотрим. В официальную продажу игра поступила 12 мая 2006 года. Локализованная версия от компании «Русабит М» появилась сравнительно недавно — 29 сентября. Режимы игры включают в себя стандартные для жанра быстрые заезды карьеру, набор соревнований для бонусной прокачки пилота и единственную в игре разновидность мультиплеера — сплит-скрин. Наибольший интерес представляет, конечно же, карьера. Она начинается с довольно скучной обучалки, где нам отводится роль экс-пилота формулы Габриэля Таркини. После этого начинается самое интересное — выбор специализации пилота. Всего имеется пять характеров — преследователь, тропыга, прирожденный пилот, сорвиголова и гонщик-испытатель. Каждый типаж получает бонусы и штрафы к набору из девяти характеристик. Тарапыга, например, очень быстро разгоняется, но плохо тормозит и теряет уверенность в своих силах, когда оппоненты висят у него на хвосте. У гонщика-испытателя другие сильные стороны. Точное вождение и хорошая концентрация, зато есть проблемы с набором скорости. Кроме того, можно выбрать усредненный типаж — ол-раундер, или, проще говоря, мастер на все руки, который не имеет явных слабых сторон, но и не получает бонусов к характеристикам. Плюс к этому, перед началом чемпионата можно выбрать команду, которая наилучшим образом отвечает стилю вождения пилота. Кроме линейной прокачки, можно увеличить характеристики пилота участием в различных соревнованиях. Минимальные системные требования. Процессор с частотой 800 МГц, 256 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 1 и 2 ГБ. Всего в сумме получается 3. Шутка. На экспериментах с карьерой ребята из Mailstone не остановились, щедро наградив игру еще более странными для автосима элементами. В аркаде ведь что главное? Простота и веселье. Симуляторам тоже все ясно, реализм превыше всего. Но Evolution GT — это не аркада и не симулятор, а, если вам угодно, ролевая гоночная игра. По ощущениям управления и физика здесь весьма напоминают World Racing 2. Разница лишь в том, что инерция машин на поворотах в несколько раз больше, а последствия вылета с трассы так и вовсе катастрофические. Одним словом, уйдя от фандартов, разработчики не сумели придумать достойные альтернативы. Трай-як с геймплей и пятак за смелость и оригинальность. Графика Evolution GT по-настоящему скучная. Слишком много блюра и никакого разнообразия в оформлении самих треков. Если вы мчитесь по городу, то каждый следующий дом в точь-в-точь такой же, как и предыдущий. Такое ощущение, что одна и та же декорация просто едет рядом с вами. При всем этом разработчики умудрились использовать Tiger Effect, который позволяет отмывать время назад, как это было в Prince of Persia. Но строгая жюри этот факт не впечатлил. Троечка за графику. Окончательно портит общую картину бледная музыка. Никакой звук и порядком устаревшая графика — незабываемый эффект. Играть советуем в плеере. А в настройках отключить музыку и вывести эффекты, тогда, возможно, вы получите хоть немного удовольствия от Evolution GT. Тройка за звук. Общий итог таков. Evolution GT — забавный и оригинальный гоночный эксперимент, который требует долгой и упорной шлифовки напильником. А некоторые фишки можно и вовсе безжалостно пустить под нож. В симуляторах подобным извращениям не место. Evolution GT сегодня абсолютный троечник. Плюс ко всему у Evolution GT просто смехотворная по сегодняшним меркам система повреждения автомобиля. Во-первых, никуда не годится визуализация. Она слишком примитивна и бедна. У бьющихся машин совпадает даже узор трещин на стеклах. Вторая причина ещё серьёзнее. Внешние повреждения болида вообще ни на что не влияют. Даже на скорость и разгон. И самое смешное. Здоровье авто тут измеряется лайф-баром. При его обнулении машина просто останавливается. А дружелюбный интерфейс выдаёт табличку с сообщением «Correct». Ну, типа машина устала. Но сейчас не об этом. Переходим к вашим вопросам. Вопрос. Слышал, что в гонках есть такое понятие, как аэродинамический мешок. Расскажите, реализован ли этот эффект в Evolution GT и как им пользоваться? Ответ. Аэродинамический мешок или драфтинг может очень помочь при преследовании лидеров. Этот эффект неплохо отрисован, озвучен и непосредственно влияет на управление. Следуя в разреженной зоне, за впереди идущим болидом намного легче вписываться в повороты. Кроме того, пока сопротивления воздуху у вашей машины меньше, чем у впереди идущей, советуем немного отпустить соперника, разогнаться в его аэродинамическом мешке и на большей скорости резко вильнуть в сторону и обогнать его. Кстати говоря, подобные тонкости довольно редкое явление в компьютерных играх. В тылу «Врага-2» долгожданное продолжение одной из самых ядреных РТС 2004 года. Время действия то же самое. Вторая мировая война. Играть можно за союзников СССР и Германию. Сюжет кампании, кстати, как и прежде, от писателя Александра Зорича. На этом сходство с первой частью заканчивается и уступает место различиям. Конечно, есть еще сходство между версиями игры. Так же, как и в первой части, вы будете управлять группой солдат, которых отправляют выполнять свое боевое задание в тылу врага. Под контролем будет всего несколько человек, но помогать вам будут компьютерные союзники, а тактику ведения боя для конкретного задания вы будете выбирать самостоятельно. Управление совершенно не похоже на предыдущую часть, и это изменение потянуло за собой весь геймплей. Обычно игроку подчинено 5-6 бойцов. Технику дают, но намного реже, чем в оригинальной игре. Двойной щелчок мыши, и один из солдат становится командиром. Остальные мигом группируются вокруг своего предварителя, причем не абы как, а осознанно подобрав себе позиции. Во время боя внизу экрана виден набор иконок со всеми доступными отряду действиями. Хотите швырнуть гранату? Просто щелкните мышкой и укажите, куда должен полететь подарок. Компьютер сам выберет ближайшего бойца и произведет все необходимые действия. Аналогичным образом производится снайперский выстрел, залп из базуки и других видов оружия. Появилась и пара новых команд. Например, огонь на подавление. Щелкаем по иконке, указываем точку, и отряд, заняв позиции, начинает молотить по ней, что есть мочи. Очень удобно как в обороне, так и тогда, когда нужно подавить какого-нибудь особо назойливого снайпера или пулеметчика. Игра поступила в продажу 12 сентября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ на жестком диске. Видеокарты уровня GeForce 3 или Radeon 8500 и 128 ГБ видеопамяти. В тылу врага 2 заметно дружелюбнее к игрокам, чем первая часть. Дело не только в удобном управлении и возможности пополнить свой отряд бесплатной живой силой. В игре все сделано с размахом. Например, небольшой отряд оказывается в самом центре великой битвы с участием сотен юнитов. Ощущаешь себя лишь шестеренкой в этом механизме. За геймплей ставим 5 баллов. Здесь все происходит неожиданно. Миссии развиваются по очень сложной схеме, в которой многое зависит от действий игрока. Высокой оценке геймплея способствует и графика, которая на высоте. Хотя можно сказать, что она мультяшная по сравнению с Company of Heroes. Но работа проделана огромная. Графику оцениваем на 5 баллов. Переделанный движок первой части игры радует хорошей анимацией людей, техники и спецэффектов. Все взрывается, разлетается и сверкает. А вот озвучка такого впечатления не производит. Опять же, хочется сравнить с Company of Heroes. Там и музыка серьезнее, и звуковые спецэффекты насыщеннее и басовитее. За звук мы решили поставить 4 балла. Но на общую оценку игры это не повлияет. В итоге об игре можно сказать так. Приятный и простой игровой процесс, в чем-то даже задорный. Вот из-за чего стоит приобрести эту игру. Вдобавок, вы сможете насладиться хорошей графикой и великолепной физикой. Общая оценка игры 5 баллов. Ждать от «Втылу врага 2» стоит примерно того же, что было в первой части. Потрясающе динамичного и веселого геймплея. Но при этом игра стала намного глубже и разнообразнее. При желании теперь можно, например, собственно, ручно спланировать и возглавить штурм целого участка пляжа Омаха. И это изобилие возможностей, надо сказать, радует. И в порыве этой радости хочется, очень хочется дать вам какой-нибудь совет и ответить на ваши дорогие нам вопросы. Как ни странно, очень много вопросов по прохождению обучения. Ребята, тяжеловучение легко в бою. Обязательно сами проходите курс молодого бойца. В основном все эти вопросы возникают у тех, кто играет в английскую версию игры. Первый вопрос. Сажай свой отряд в машину или поезд, а дальше ничего не происходит. Скажите, что нужно сделать? Отвечаем. Нужно пригласить к себе в команду союзников, которые стоят рядом с машиной. Все, что нужно делать в обучении, рассказывается голосом за кадром. Следующий вопрос. Не могу отремонтировать танк. Помогите. Отвечаем. В правом нижнем углу есть три закладки с иконками действий. На второй закладке есть кнопка ремонта. А вот еще один вопрос. Мне надо открыть ворота в тренировочном задании, а они не открываются. Что я делаю не так? Отвечаем. Слева от ворот есть лаз под стеной. Надо проползить в него и открыть изнутри ворота. Очень много вопросов звучат примерно так. Не могу пройти миссию. Все сделал, а ничего не происходит. К сожалению, это связано с глюками в игре. Нужно проходить миссии заново или чаще сохраняться. На сегодня это все. Пишите мне ваши вопросы и пожелания на адрес faqsobaka.musdifistv.ru И я обязательно отвечу. Кстати, мне давно было интересно, что вам больше нравится? Зум или фак? Заходите на форум Муз ТВ в раздел, конечно же, фак. Там мы пообщаемся. До скорого. Играйте и выигрывайте. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok